приветствую вас дорогие мои друзья приветствую постоянных зрителей новых подписчиков сегодня у нас расклад который называется анализ отношений у нас сегодня три колоды первая колода это таро нара конечно же как же в отношении без нее выбирайте колоду загадывайте желание загадывайте анализ отношения загадывать пару имя возраст имя возраст вторая колода это у нас сторон полнолуние таро полной луны он такой оракул оракульная система сегодня на тремя системе мы посмотрим и третье у из колоды ленорман колода номер три итак посмотрим что же у нас в анализе отношений приступим и так для тех кто выбрал колоду номер один манара давайте посмотрим что у нас в раскладе анализ отношений мы смотрим на анализ на текущие отношения и их возможные перспективы давайте посмотрим что объединяет вашу пару ох какие вы у нас страдальцы я бы так сказала страдание конечно же вашу пару объединяет переживания какие-то общие моменты в этих переживаний в этих переживаниях так ребят смотрите что у нас происходит по этой карте это же тоже прошлый опыт и там в прошлом опыте друг друга скажем так прижимали к стенке придавливали в этом опыте в этих отношениях начинает происходить то же самое что мне вот совсем никак не нравится то есть здесь вы в паре да вы мало того что страдаете так еще и друг друга заставляете страдать не всегда это приятно в общем то любовь у вас идет исходя из того что все таки надо когда хотите чувствовать страдать а не любить вот тут у вас конечно есть эти объединение к тому же это прошлое страдание вы так вот сошлись до под такой звездой что там в прошлых отношениях страдали вы там ваш партнер и тут просто уже надоело да по одиночеству в одиночестве быть в одиночку страдать и надо как-то объединить усилие это как у котенка гава что-то тут делаешь боюсь и давай бояться вместе пока что у вас вот так вот идет до какие-то объединяющие интересные моменты с другой стороны это конечно выход из какой-то ситуации вы будете искать выход потому что тут вы прижаты к стене и ищите выход ищите выход вместе совместно парой в принципе это хорошо и по крайней мере то что я вижу видите да пытаетесь найти этот выход благодаря партнеру мужчина благодаря партнерша на выход из ситуации когда прижали к стене когда ты думаешь что выхода нет но выход на самом деле есть основные тенденции развития событий посмотрим о отношении легкие прямо как в кино фильме кино романах барышня воздушная да у нас идет такая 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 вся легкая легкие отношения ни к чему не обязывающие довольно таки романтичные причем бывает какая-то романтика такая не до конца человек отдается в эту романтику здесь вы прямо скрываетесь от своих проблем как раз таки в таких романтичных настроениях в принципе это ну таки такой основной лейтмотив основная тенденция отношения обещают легко развиваться может быть даже слишком легкомысленно потому что а нет ответственности с другой стороны когда вы тут прижали к стене и надо прямо куда-то спасаться это прямо таки выход из положения иногда для оптимизма стоит надевать розовые очки чтобы пережить какие-то кризисы потому что происходит доверие к жизни вы начинаете верить что все будет хорошо пусть даже и как в романе как-то все устаканивается вы ситуацию если даже изменить не можете вы просто меняете отношения к ней поэтому это вот как-то спасает ваше психологическое состояние ваше отношение изменяется и ваши скажем так прошлые установки они благодаря вот этой легкости меняются то что прижали к стене хорошо это было но прошло но сейчас надо оттуда убираться то что вы ищите вместе выход из каких-то проблем сложившейся ситуации вместе пытаетесь решить и действительно да вот так вот легко отпуская эту проблему что называется на волю бога божью но как-то вам помогает все это преодолевать поэтому в основных тенденциях развития отношений идет этот момент что все-таки да все обещает быть легко но это общий лейтмотив да давайте посмотрим что у нас в частных аспектах основная проблема в отношениях если она конечно же есть а вот и проблема у нас лезет прошлое вот как раз вот это то что прижало и было прижато она начинает лезть в глаза проигрываются какие-то сценарии из прошлого идут обиды почему прошлое не отпускают потому что здесь не пережито и не прожито не прошло сценарий этот он начинает проигрываться с новым партнером начинает проигрываться в каком-то другом качестве появляются какие-либо обиды или какая-то незавершенность идет дойдет гештальт такой незавершенный идет экстраполяция старых проблем на новые отношения старые дрожжи на новые и тут конечно такое восстановление какое-то из прошлого которое может помешать да но такое а помнишь и начинает себе напоминать ну эго такое да или если есть любовный треугольник до ваших отношениях смотря сейчас кто смотрит меня кто загадывает кто туда из прошлого лезет да там бывает что бывшие жены бывшие мужья тут какие-то попытки восстановления отношений это при условии что какая другая ситуация да мы смотрим все-таки расклад анализ отношений что угодно может быть так как расклад у нас такой интуитивный общий проиграется он для каждого по-своему и вот для такой ситуации я дополнительно говорю да что может быть что может происходить тут также в любовном треугольнике если прошлое какое-то было болезненным вот тут она еще не отпущена и поэтому здесь начинает лезть глаза любовном треугольнике обиды на бывшего это попытка доказать а в нынешних отношениях что вот там он был неправ что там например для женщины все мужчины не правы все они вот такие сики и для мужчины также все женщины они вот такие сики это доказательство своей правоты через газом это какое-то такое вот прошлое которое лезть в глаза мы же жопотные давайте посмотрим что может разрушить ваши отношения то может разрушить ваши отношения ну это конечно хорошая карта карта заземленности карта такой устойчивости вроде как семейности ну вот карта показывает на то что женщину тут рулит 1 вводит 1 на лошади она тут 1 вроде как семейности вроде как вот если забор чинить то она одна если мужчина не будет уделять достаточного внимания женщине чтобы ей помогать в каких-то бытовых делах помогать финансово вкладываться то ну это будет конечно неприятно и и это будет основной затык для разрушения отношений на основной такой посыл и этот посыл еще может исходить из того насколько быстро пара движется каким-то серьезным осознанным отношением особенно брачным потому что вроде как карта такая хорошая да но из розовых очков быстро впрыгнуть в серьезные отношения можно но какие последствия могут быть что мужчин не будет уделять не внимание там не денег не помогать и будет вроде как одиноко вроде как семья есть но вроде как и одиноко вроде как мужчины есть ну вроде как и не помогает тут должна быть помощь я даже вам так скажу предупрежден значит вооружен просите помощи мужчин постоянно надо просить у них никогда нет инициативы помогать поэтому если вы хотите поддерживать эти отношения всегда просить помощи они сами не догадаются и мужчины для вас тоже так как вы не догадаетесь сами вы уж пожалуйста на всякий случай переспрашивайте помочь чем-нибудь помочь чтобы как-то уже проявляться чтобы вот прям женщина была уверена да что она в безопасности что они заботятся постоянно спрашивают у нее чем помочь как дела что сделать потому что вся эта бытовуха же на самом деле разрушают все на занудство хочется эмоции хочется любви не до любви собственно пока вы будете заняты делами мы вместе сделаете дела и вместе потом уделите друг другу внимание если конечно сильно не устанете не тут сами распределяйте свои ресурсы и давайте ближайшее будущее посмотрим я ближайшее будущее не дальше какого-то месяца ближайшее будущее с одной стороны это конечно такие легкие отношения ближайшее будущее идут вам но вы теряете друг друга у каждого слишком много своих дел тут в чем разность может быть разность между вами разность графиков кто-то дневной кто-то ночной человек да вот разность этих биологических ритмов может не совпадать и вы на какое-то время утеряете связь друг с другом женщина начинает прямо в ночи растворяться да все это начинает перемешиваться с бытовухой все это растворяется с другой стороны это конечно такой момент хороший что вы друг в друге тоже растворяете но он ненадолго такой момент растворение друг в друге начинает приводить к тому что вы теряете свою индивидуальность мужчина может терять свою индивидуальность это и может не понравится потом в дальнейшем когда вы абсолютно запутаетесь и потеряетесь кто же я есть на самом деле начнете себя восстанавливать и отрубаться от отношений должна быть золотая середина чтобы помогать и чтобы не растворяться друг в друге чтобы как-то все-таки это поддерживать это тоже такой момент предупрежден вооружен поэтому чтобы не растворяться и свою индивидуальность держите границы и в то же время не позволяйте быть разности графиков тут конечно сложно до сказать вернее сказать это легко сложно сделать когда у каждого своя жизнь буквально до свои дела и надо их как-то делать давайте посмотрим на урок ближайшего будущего урок ближайшего будущего что у нас и хочется и колется карта называется здесь вот уже женщина занята по этой карте на вроде как и в гареме и вроде как хочется любви и быть любимой урок для мужчины и для женщины чтобы вернуться вот сюда вот обратно на и не смотреть за забор а где же там любовь уделяйте женщине больше любви в принципе вы видите да у нас какая тенденция здесь помогать здесь уделять больше любви чтобы не смотрелось за забор уделять больше внимания чтобы женщина не грустила и не была несчастна несчастная женщина в семье в отношениях она же создает быт она создает своими эмоциями пространство она создает комфорт если она себя не будет чувствовать комфортно с мужчины в отношениях не будет дома комфорта все развалится к тому же она и так когда все разваливается и так все на ней ей нужна помощь мужчины для женщин совет просите эту помощь просите любви да как бы это банально не звучало мужчина как вот тут не понимает что надо чем-то помочь так и тут не понимает что мне нужна любовь мне там нужно ухаживание мне нужны подарки мне нужна романтика мне нужна поддержка ну кто это попросит если не вы и как-то все это будет устаканиваться тогда давайте в дальнейшую тенденцию развития отношений заглянем ну тут в принципе идет благоприятный момент больше конечно анализаторских особенностей нежели любовных отношений но по раскладу я в общем и целом могу сказать что отношения уже были зрелые более опытные более стабильные нету раздрая уже такие да взрослые какие-то отношения более осознанные и поэтому анализатор ства в глаза лезет потому что тут же чтобы не раствориться надо подумать как это сделать тут чтобы помочь надо подумать надо попросить тут чтобы любили надо попросить иначе вот сколько волка не корми в лес смотрит чтобы мужчина тоже не не смотрел что называется за кордон тоже надо прикармливать и любовью и просто прикармливать что называется а вот по поводу анализатор ства более зрелые отношения в которых нету такой любви конфетно-букетного периода там уже приходится действовать по-другому там новый этап новый уровень что любви что любовных отношений у каждого свой опыт вот он тут из прошлого у нас пришел у каждого свои страдания были в прошлом вот они они даже еще не закончены хоть уже эти отношения начаты и поэтому в новом уровне любви в новом опыте приходится все-таки анализировать все-таки больше думать все-таки эмоции как-то свои скрывать работать над ними чтобы не дай бог не ранить партнера эмоциями да и партнеру тоже уже это будет приемлемо тоже все устраивает партнер партнершу что да что все-таки уже какая-то логичность что все-таки надо проанализировать для отношений более опытных и зрелых это в принципе благополучно для каких-то новых отношений которые будут говорить о том что вот мы только начали отношения это не совсем удачно потому что нету проявления эмоций и будет преобладать растворение друг в друге и растворение вообще в принципе отношений и она будет приводить к анализатор ста будет наработка опыта если это в принципе такие молодые неоптные отношения то для них не всегда хорошее состояние анализатор ста потому что теряются чувства в принципе люди молодые им там еще жить а вот для опытных отношений это как раз самое то что могу сказать совет для молодых отношений для молодых людей старайтесь больше проявлять любви в эмоциях чтобы действительно партнер чувствовал что вы его любите это поддержки вот в этой карте в поддержку этой карты а для опытных зрелых отношений тут тоже конечно любить но и раз уж вы перешли на этот уровень любви до такой новый уровень что мы друг друга понимаем ему друг друга может быть иногда просчитаем будет лучше просто не забывайте про эмоции не забывайте кто вы друг для друга и не забывайте уровень этих отношений так у нас закончилась колонна номер один пишите конечно в комментариях какое какую колоду выбираете да какую выбрали и посмотрим как все проигрывает переходим к следующей колоде и итак у нас следующего колода раков полной луны раку полной луны раку полной луны раку полной системы посмотрим на отношение немножечко на алтарь отцентровали это у нас состояние пола налога это у нас новые измерения посмотрим да что нам покажет новое измерение и так напоминаю у нас расклад анализ отношения для тех кто выбрав колоду номер два и их возможные перспективы что объединяет вашу пару смотрим вы не можете чего-то избежать все равно вы прикованы к тому месту к которому прикованы привязаны что у вас что у партнера какие-то свои привязки в некотором роде находите в заточении иногда это какие-то негативные блоки который там который вам мешает выбраться вы друг другу в этом плане сочувствуете поддерживаете вы скажем так может быть и находите заточение но вот друзья по несчастью да скажем так шутку в кавычках сокамерники вы находитесь да не можете чего-то избежать от чего-то сбежать что-то покинуть до что дом что например там работу еще что-то и вы вынуждены действовать по той стратегии по которой вы действуете в отношениях по-другому никак не можете что вы что партнер ну вот так вышло да так получилось в принципе это вас объединяет и да вообще любое горе она начинает объединять и появляется друзья появляется понимание потому что те люди у кого не было это горе кто не пережил его не чувствует поддержки потому что их не понимают нету этого единения нету этой эмпатии а у вас она как раз таки есть основная тенденция развития отношений ухнул вы друг другу пишите переписывать с ним можете встречаться тут у вас тем более заточение всякие между вами преграды решетки и так далее стоят встречи практически сведены к нулю они невозможны вы друг другу пишите письма эпистолярный жанр как вы скучаете и так далее это вот в основном так происходит основная тенденция не могу сказать что вы не встречаетесь могу сказать что много препятствий преград эпистолярный жанр процветает но в принципе это тоже хорошо это я бы сказала какая-то романтика которая поддерживает когда ты не можешь сбежать куда-то или откуда-то можешь уйти от проблем и такие послания они поддерживают там будет написано что-то вроде будет хорошо все наладится у у нас все будет хорошо у тебя все будет хорошо на работе все будет хорошо и у меня и вы в ответ тоже посылаете да такие флюиды через письма что да вы друг другу любите вы друг друга там готовы подержать друг другу пишите письма говорите да вот так и так все будет хорошо что называется давай обратную связь и в синергии это как работает когда один человек плюс один это такое тройное усилие по закону синергии 1 плюс 1 равно 3 и вы таким образом хотя бы удаленную но через письма друг друга поддерживаете то есть сообщение то друг до друга доходит основная проблема отношений смотрим основная проблема отношений легкая добыча как можно интерпретировать в данном случае это все легкой добычей можете оказаться и вы да там например женщина что все легко удалось и будет обесценивание или например легкомысленная женщина такая да что с ней в принципе серьезно не надо ничего строить к ней можно серьезно и не относиться это тоже такой момент который может намекнуть на то что если сразу там была отдача в постели если сразу женщина позволила чтобы ей там попользовались в принципе это будет так влиять будет говорить о том что ну ну что там если сразу все произошло и не надо было никого завоевывать да у человека тут к тому же проблемы надо откуда-то бежать то прямо могут воспользоваться да и для мужчины тоже да мужчина может попасть в такую ловушку потому что он быстро на все согласился быстро отказался от каких-то своих старых давно проверенных идей и побежал непонятно куда и скажем так женщина такая яркая страстная сексуальная могла завоевать очень быстро его сердце и он прям ну что называется повелся сразу не могу сказать что они у нее распустил но что-то в этом роде что прям растаял что все рядом готов быть и прямо все его охмутали скажем так и он старая больше не верит старой установки не верит а вот в новую жизнь такую в легкую верит но это может быть как проблемы так и отсутствие проблем на ну это уже зависит от того насколько вы воспринимаете это проблема для вас это или нет или просто вы можете изменить отношение к этому ко всему сказать ну ладно да мы понимаем мы принимаем что так и есть мы понимаем что мы такие легкие добычи друг для друга но если вам хорошо и вы друг друга поддерживаете чего-то бежите пытаетесь выбрать заточение то в принципе да просто обратите внимание на на эту проблему потому что она может быть сейчас не проблема но в дальнейшем может ей стать потому что могут упасть и оковые розовые очки вы не поймете уже куда вы бежите от чего вы бежали может и вам не надо было бежать оттуда из какого-то заточения и уже смысл потеряется да это же классный азарт такой хочется сбежать там от одних проблем и прямо таки какие-то шпионские игры такие разворачиваются когда все тайные там переписки когда интерес когда интрига азарт и когда тут еще легкая добыча просто это легкая добыча как раз и ловится на какой-то такой азарт она может привести к тому что вы так очнете скажите а мне когда заточение нет не надо никуда бежать и азарт вот это вот не нужен как легко пришло так легко и уйдет через азарт азартно выигранные деньги они как легко приходят так и легко уходят давайте посмотрим что может разрушить отношения какая-то любовь из прошлого может разрушить а может быть не вы слишком погрузитесь друг в друга в принципе я не могу сказать что это прям разрушена что-то может старое и разрушит тут да тут старая привязка к стороне любовным отношениям есть смотреть идет сглаз проклятие и идет старая привязка идет негатив из прошлых отношений по любовной линии через любовь пришедший тут не совсем любовь разрушить тут разрушить может разрушить негатив то есть человек находясь в прошлых отношениях где-то здесь уточить заточение каких-то да в настоящей или семье если любовный треугольник или в скажем так прошлых отношениях может быть привязан каким-то любовным приворотом потому что вот тут идет сглаз проклятие так далее с влюбленными которые могут этому всему повышать как она работает привязка начинает работать через любовников мужчина весь этот негатив может принести скажем так в отношения пусть и в легкие и на женщине это все отразится или женщина имея какие-либо негативные привязки из прошлых отношений она также может через какие-то негативные моменты притащить через любовь через любовные каналы через сексуальные каналы когда тут мужчина может быть еще спал с женой и и любовницу нашел и ей принесся это негатив или наоборот точно так же женщины да еще есть такой момент что какие-то могут стоять на страже не только темные силы но и светлые и светлые могут не дать этому случиться и иногда и светлые силы будут держит вот тут и говорят не ходи туда станешь легкой добычей иногда и такое бывает то есть я сейчас несколько интерпретаций сказала что вам откликается то смотрите потому что я рассказываю несколько сценариев сразу в одном раскладе чтобы вы себе сами выцепляли до для каждой ситуации расклад все равно индивидуальный так расклад общим мы смотрим общие моменты общие тенденции общие положения и про заточение на можно еще много что сказать смотря какая у вас проблема смотрим ближайшее будущее месяц ближайшее будущее хорошие месяц сердце такое точная полированная как алмаз это благоприятное будущее благоприятная любовь а у массу довольно такой самый твердый довольно прочный и когда он еще граненые он просто великолепно выглядит и ничто может его разрушить разрубить порвать вот только в любви вы можете гранить ограненное сердце то есть улучшать друг друга вы в этой любви в этих отношениях будете делать друг друга лучше тут конечно на одну очистку чтобы вот все это не принести в любовные отношения потому что мы сейчас смотрим на тенденцию на то что может разрушить и лучше конечно отрубить все негативные привязки из прошлой жизни и и из заточением от из этого потому что возможно что вы конечно тут и любите друг друга никому вы не хотели сделать зла но если мужчина там в отношениях женщина в отношениях там здесь там у мужчины семья у женщины здесь семья надо рубить привязки вы никому не хотели сделать зла бы друг друга полюбили но неосознанно вот тут вот ну например сделали мужчина сделал и понеслось через любовь привязка негатив влияние ну так и приворотная до приворотный момент который приворотом начинает он других женщин начинает отталкивать и делать плохо поэтому тут с одной стороны начиску с другой стороны любовь крепкая любовь любите друг друга любовь хорошая давайте посмотрим на урок ближайшего будущего урок будет хороший каждый бежит от своих проблем у нас почему-то вот даже я бы сказала второй расклад первый на манаре был там тоже у нас был побег да что там было тоже какое-то сточение тоже прижали к стене весь урок будет хороший здесь я бы даже сказала наоборот кармический урок вы прошли это хорошее завершение хорошо так сказать его усвоили хорошо что сбежали и сбежали хорошо что полюбили хорошо что начали новую жизнь потому что здесь в заточении уже было невозможно это наоборот хороший такой урок что в принципе все наладится наступит день наступит новая жизнь нельзя все равно в пессимизме сидеть в заточении сидеть урок такой что рискнули убежали получилось получилось начать новую жизнь получилось значит любить получилась относиться по-другому к человеку получилась завоевать это любовь удалось женщину любит она любима и мужчина любим солнце она выглянула тучи разошлись до разогнала тучи солнце прямо светит сияет освещает путь в любви и в отношениях и тут еще сердце граненое скажем так ваши трудности они делают действительно вас близкими до сближает вот эти вот заточения то откуда вы сбежали вы друг друга понимаете это что не додали прошлых парах или в прошлых отношениях или там где мужчина женат или женщина замужем вы друг друга несомненно в этих отношениях понимаете и друг другу можете дать что не додали в прошлых отношениях и получить то есть не долюбили вас вот тут вот вы можете вот здесь любить и вас долюбит недолюбленность она вот здесь компенсируется всем остальным поэтому это хороший момент в развитии событий давайте посмотрим что у нас на дальнейшую тенденцию в отношениях дальнейшая тенденция в принципе с одной стороны легкие отношения но вот он азарт продолжается легкая добыча и тут в принципе скажем так может быть слишком легкомысленно но с другой стороны очень везет шут это такая карта нам вообще-то вот второй это нулевой аркан это начало да это старт чего-то хорошего но тут когда предлагает шурт шут азартно поиграть она всегда весело и криво и ни капельки не страшно ни за последствия ни за чего это доверие к жизни азарт у нас продолжается с легкой добычей и продолжается игра продолжается эмоциональная игра пусть даже если вы освободились через эту игру друг друга эмоционально поддерживать это могут быть и сексуальные игры это могут быть и такие развлечения да совместные какие-то это могут быть азартные предложения от которых вы не сможете отказаться не обязательно это играет а например а поехали туда да это какое-то такое предложение и это уже такое хорошее стабильное начало и то что вы прошли да вы просто заслужили от освобождения после клеток там после каких-то проклятий вашу сторону особенно они могут идти из прошлых отношений от прошлых жен от прошлых мужей из-за того что разрушились вот отношения из-за этого из-за всего они могут вот оттуда тащиться но все что сейчас вы заслужили вы заслужили отдых вы заслужили жизнь заслужили куражится заслужили быть любимыми и заслужили любить вы в принципе вот эти дары от шута до одного начала заслужили заслужили быть доверие заслужили чтобы вам везло и в любви и в деньгах в принципе это хорошая карта очень хорошая в этом плане прямо тут идет везение главное чтобы вот это больше не цепляла мешало не вам и не вашим отношениям так ну что в принципе переходим к 3 колоде итак третья колода у нас ленорман для тех кто выбрал у нас эту колоду давайте посмотрим но сегодня разные системы и таро и оракульная да и вообще у нас прямо тарона монара но не с такими классическими толкованиями ну давайте посмотрим на ленорман задумайте да как всегда загадайте вашу пару и что объединяет вашу пару смотрим до объединение застоя и вырваться из этого застоя объединяет то что каждый был одинок тут выпал сектор шанс на барабане каждый в одиночестве каждый в застой и тут наконец-то это одиночество заканчивается выбор прям какая-то судьба начинает вмешиваться и вы встретились друг с другом давайте посмотрим основные тенденции развития отношений да вы идете навстречу друг другу как соединенные мосты как строится вот такие вот мосты да над всякими пропустями начинают строить с одной стороны и с другой стороны и и тут навстречу друг другу и скажем так такие итальянские мосты в итальянском стиле построены навстречу друг другу дойдя можно построить за какой-то домик свое гнездышко светить в принципе основная тенденция развития отношений вы идете друг другу вас тянет притягивается до вот эти вот скалы они этими мостами объединяются как арками и становится так вот интересно красиво давайте посмотрим какая основная проблема отношений это хлопоты основная проблема отношений это хлопотой какие-то дела 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 то есть мосты то ниже не быстро строится в принципе да и совы вообще они такие темные да они там ночью летают охотятся такие посланники на и магии кто-то следит за вами кто-то интересуется как ваше отношение возможно слишком пристально что может разрушить ваши отношения какие-то дела могут быть связаны с государством что называется дом казенный он с официальными делами с работой с учреждениями с мероприятиями предприятиями все что связано с такими официальными делами но от которых не отмажешься если есть ответственности если надо все это выполнять давайте посмотрим что у нас в ближайшем будущем на месяц в ближайшем будущем на месяц хороший рост в принципе это дерево сифирот дерево сифирот она вообще у нас используется в системе таро вернее скажем так скомпилировали дерево сифирот и таро и там есть свои иерархи ангелов архангелов и так далее но это же исполнение желания как раз таки краски дерево это рост стабильный рост иногда может быть кажется вам что идет повседневность тут к тому же всякие такие казенные дела о башне но с другой стороны дерево всегда растет дерево плода носит дерево дает свои плоды и тут еще радуга да это хороший благоприятный мощный активный такой рост плодоносный в ваших отношениях даже если на вас и повлияли какие-то моменты вот отсюда до могут повлиять разрушить но от ответственности не отмажешься тот совет по этой карте что надо потерпеть просто пережить ответственность потому что лучше с ней чем без нее поверьте мне и и давайте посмотрим урок ближайшего будущего какого ближайшего будущего но пока это романтика урок такой не выбран путь до конца дороги открыты грезы вы уж пожалуйста определитесь это для того чтобы выбрать в принципе романтика то есть но урок такой идет через через выбор пути через открытые дороги через какие-то расстояния вот тут вот ожидание идет через ожидание урок такой выдержки урок терпения тут урок выдержки у нас тоже будет потому что здесь она будет разрушать и сильно влиять тут еще возможно из казенных учреждений партнера там партнер чтобы куда-то отсылать между вами будут расстояние тут карты командировки и так далее могут быть ожидания такие романтичные в принципе благоприятный такой урок на терпение на ожидание на то чтобы пережить расстояние потому что расстояние может навредить вам такой хороший момент может быть если вы держите это тоже вам урок чтобы вы понимали да что надо выдержать что надо выдержать казенный дом что надо будет даже дороги расстояние что везде эта ответственность есть и дальнейшая тенденция в развитии отношений будет выбор вы в принципе движетесь в одну сторону но в какой-то момент времени будете выбирать куда вам идти и куда ваш паре идти вместе вам по жизни или нет выбор до конца не сделан давайте посмотрим все-таки будет сделан выбор вот эта романтика вот эта роза которая здесь вы ждали вы в принципе дождались но тут и выбор этот будет обоснован потому что с одной стороны вы можете оказаться в лунном свете а с другой стороны блюзорным да а с другой стороны в солнечном будете выбирать эту жизнь или нету но у вас в руках как бы вы не выбрали ключ вы всегда будете там где должны быть вам судьбой дано решать свою судьбу в клетке вы не будете да и есть вот что называется ключ отбирающий если вы плохо себя чувствуете в каких-то к отношениях о чем это говорит что из золотой клетки вы выберетесь если все-таки выбираете мужчину вот эта карта она говорит о том что вы не будете сидеть золотой клетки и выберите там где солнце и свет и даже если вот вам с мужчиной по пути да ты направо я налево ты на балла я на бой ты король я королева итальянская любовь то есть вы конечно дойдете до определенного уровня ну какие-то границы можете выстроить что вот ты такой я такая вот ну живем мы рядом дверки рядом все вместе недалеко друг от друга каждый в своих состояниях но вот цель лестница путь дорога куда-то она все-таки одна на в одну сторону этой лестнице и она нас вот привела да мы можем и жить рядом и существовать рядом но это еще и о выборе эту карту по разному можно интерпретировать смотря что у вас в отношениях можно интерпретировать что все-таки будет выбор и вы выберете счастье в ваших руках можно интерпретировать что будете рядом но не совсем да не совсем рядом тут же еще всякие башни казенные учреждения влияют в командировки и тут будет расстояние или каждый может пойти своей дорогой но из-за того что в общем целом расклад хороший карты хорошие можно сказать что вы такие король с королевой каждый живет немножечко в своем мире но все равно вы вместе рядом в одном пространстве и понимаете принимаете и любите друг друга я благодарю вас за то что вы смотрели видео оставляйте обязательно комментарии какой расклад вы выбрали какую колоду и конечно же приглашаю вас ко мне на обучение таро и желаю вам хороших отношений благоприятных благополучных чтобы все у вас сложилось чтобы вы из того подсознания что мы сейчас посмотрели на раскладе вынули все необходимые советы применили их или жили долго и счастливо прям как в сказке я желаю вам хорошего дня удачного настроения пока пока